Аааа, в 1872, например, почему сказал я это в плане песни, ну не в плане, то есть, а в стиле, я не знаю, как-то оно так пропелось само. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, сегодня среда, значит, время тривиадоры, время интеллектуальной рубрики Качаем мозг, снова я в очках, снова я принял интеллектуальный режим, да, вот так вот и сделал, у меня сзади просто кнопка на спине, так, интеллектуальный режим вкл, и он теперь вкл, теперь я умный, раньше я все время играл во всяких там жирущих, поедающих рыб, там подобные, был тупой, а сейчас я умный, в общем, начать, смотрите, мини-турнир, 26 минут, понятно, что еще ждать я сейчас это все дело не буду, скорее всего, в этой серии, наверное, может, даже без него обойдемся, я и так был достаточно унижен в прошлых сериях, как мне кажется, поэтому давайте играть в обычную игру, Харитонов, Сафонова, 777, по-моему, это уже не первый человек, Ох, твою мать, я чуть не оглох тут, нахрен, по-моему, это не первый уже человек, у которого на конце ника эти три цифры, если я не ошибаюсь, или я с ней когда-то играл, но мне кажется, что что-то такое давненько уже было, вот этот 777 я помню, Сколько собачьих голов было? Три, две, четыре, три, пять, ура, слава богу, я, как оказалось, лучше разбираюсь в собачьих головах, и за две собачьи головы, ну, я сказал три, но вообще их две, ну, в общем, я за две головы получаю две территории, Одна собачья голова, одна территория, это прекрасно, вот, если бы можно было бы реально вот сейчас бы обменять все это дело, если бы мне дали бы 15 каких-нибудь собак, Ну, при этом желательно злых собак каких-нибудь, которые когда-то убивали там, я не знаю, загрызли кого-нибудь, к примеру, то я мог бы обменять, и было бы здорово, и обменял бы всю Россию бы на 10 голов, было бы замечательно, Правда, я не знаю, кто бы их отрывал, я кровь боюсь, сколько градусников составляет? Я точно знаю, что это так, ну, 100%, да, 45, 180, ясно, ну, 8 секунд человеку потребовалось, чтобы посчитать, слава богу, я оказался быстрее, давай, ставим сюда, и на Урал, смотрите, как, в принципе, вот, неплохо сейчас начинается, Вот потому, что они в турнир играем, понимаете, вот, играли бы в турнир, хрен бы мне так повезло, обязательно, если бы играли бы в турнир, попалось бы несколько, попался бы какой-нибудь Борис Бурда, Анатолий Вассерман, они бы все меня загнобили бы просто, давай, 1200, 1200, хорошо, в каком году была начата постройка адмиралтейства в Петербурге? Ох, промахнулся столетием, блин, промахнулся, в каком веке Александр Второй вступил на при... давайте скажем, что в 18-м, например, ну, 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 почти, так, 18, все, все подумали, что 18-й, но я, смотрите, один кусок все-таки получаю, ладно, В принципе, неплохо, получается, что я все равно на первом месте по результатам этого отборочного тура, или как это назвать, у меня больше всего кусков территории, ладно, я на югре стою, и сейчас буду нападать на нее, естественно, на Сафонову 777, потому что у нее, смотрите, как много территории, а у него, смотрите, как мало территории, тут очевидно, а, я, кстати, не первый ни хрена, у нее тоже 2000, ну, ладно, будем что-то с этим делать, давай, Харитонов, жги, Блондинистый ты наш негр, или ты просто очень сильно загорел, или тебя просто нефтью облили, или что с тобой произошло, вы говни измазали, понять не могу, какую форму имеет кристалл хлорида натрия, вот, давайте думать, конус кубиков, типа, понятно, ну, я тоже этого не знал, на самом деле, я бы, скорее всего, сказал бы, тетраэдер какой-нибудь, экзотическое, слово мне понравилось, меня не трогай, меня не трогай, не хочу, нападай на вот него, хотя, с другой стороны, если она пойдет на него, то есть вероятность, что, нет, я же не имел в виду, что прям так вот, в какой цвет традиционно окрашены венецианские гондолы, ну, правильно, в принципе, как-то вот это вообще не представляется даже, О, подожди, сейчас, в 1941, давайте вот так ответим, в 42-ом, блин, а я бы, а я бы победил, я бы победила всего на год промаху, нет, не делай этого, Сафонова, одумайся, ты что творишь, кто из этих грибцов сумел выиграть золотую олимпийскую медаль, пока ты застанешься, пропустив уток, таких, ох, ты какой, Бобби Пирс, молодец, мало того, что пропустил уток, еще и победил, это, наверное, утки своего уточьего бога ему призвали, просто помнишь, день знаний, 1984, это в честь романа Оруэлла, что ли, или это совпадение, ну, хорошо, смотри, по крайней мере, он отбился, нам, знаете, что надо делать, нам надо отгонять ее, вот отгонять ее от его территории, самим его бомбить, не десерт, консоме, клафути, саварен, шарлотка, клафути, саварен, консоме, консоме, да, я не знаю, что такое консоме, просто, конфути, саварен, какие-то десертные названия, как по мне, а консоме, ну, как-то не очень, честно говоря, ну, складывается ощущение, что консоме, это какое-то такое блюдо, знаете, почему-то мне кажется, что оно какое-то соленое, вот я не знаю, почему, может быть, со, 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 соль, как, какие-то, государство в Африке, Боливия, Ливан, Ливия, Оман, А, вот так вот, ну, ладно, не разобрались мы, а Оман, наверное, находится где, а хрен его знает где, на самом деле, понятия не имею, и, в принципе, мне плохо, давайте теперь полностью ее, вот, просто опустим, давайте, кому, кто присуждает Нобелевские премии, лауреаты, университет, Швеции, комитеты, Нобелевский комитет, я точно это знаю, ну, 100%, король Швеции, классный вариант вообще, король Швеции охренел, всех Нобелевских лауреатов присуждает, постоянно, блин, еще один и тот же король Швеции, который с 1901 года, блин, там не сменяется, они его постоянно откачивают, он бессмертный, блин, и с начала 20 века до сих пор живет, ему уже, я не знаю, там, 150 лет он все присуждает, батька Махно, трынь трава, боекопыт, гуляй поле, давайте это попробуем, гуляй поле, А че, трынь трава, по-моему, веселее на вариантах, так, он меня поглотил, это, кстати, плохо, смотрите, у него 1900, ух ты, он так быстро вперед вышел, давайте, может быть, его унижать, давайте попробуем, вот сейчас, Джек Воробей, командор-адмирал, капитан Джек Воробей, капитан Джек Воробей, да, ему было все равно, да, конечно, было ему все равно, наркоманы, попробуем, так, 53, 78, нормально он ответил, это, блин, ну, чувак это, наверное, либо знал, либо подсказку использовал, хотя, не, ну, уже почти конец, в принципе, он уже может использовать подсказки, но других шансов-то не будет, анимационный мюзикл, очевидно, по-моему, я вот-вот это все, правда, не смотрел, попробуем так, ноль ни разу прямо не была, ну, слава богу, хоть ему не пришло в голову, кто написал роман Петр I, Алексей Толстой, но у меня на книжной полке стоит, я точно, ну, и в Москве, давайте скажем, что 3, да, давайте скажем, что 3, действительно 3, ну, правильно, бог любит Троицу, католический бог тоже любит Троицу, Москва тоже любит, все любят Троицу, поэтому 3, 1600, 2000, и я все равно побеждаю, главное сейчас не обосраться в конце, вот как я это люблю, вернее, я этого не люблю, но оно так происходит постоянно, ариадна, ну, это же нить ариадны, есть такое высказывание даже известно, да, и мы идем, с одной буквы, ну, попробуем так, я вообще не помню, а, там, наверное, меньше, там они все из двух, неплохо, неплохо получается, смотрите, ну, это, извини, это, наверное, чистая победа, я думаю, уже меня вряд ли кто-то сместит, смотрите, 1300 очков нужно каждому из них, ну, кому-то из них заработать, хотя, смотрите, мы сейчас имеем все возможности нападать на креп, вот еще, да, пустыня Гибсона, пустыня Мэла Гибсона, это пустыня, в которую ее выгнал их кинематографический союз, ему же не позволяют, по-моему, снимать фильм из США, из-за его плохого поведения, если он что-то, не знаю, наверное, она где-то в Мексике находится, он же в Мексике снимал фильм, там, веселые каникулы, отчет летоисчисления никогда не велся от этого события, ну, вот это, наверное, блин, из-за Наполеона прям летоисчисления, Будда, Мухаммед, это все понятно, это какие-то, знаете, такие, даже религиозные, религиозные, ребята, про Рим тоже мы все знаем, а, ну, это, это они там решают между собой, а, Наполеон тут вообще ни при чем, ага, Москва и Дубай, ну, да, если прикинуть, они на одном находятся, в поясе часовом, да, хотя я бы все равно, я бы ответил один или два хотя бы, окей, так, 16, 16, давайте длинную, начнем-ка длинную, пожалуй, создай мощный клан и получи дополнительный опыт, какой клан, ребята, я работаю один, я один тут всех просто, ну, если это не турнир, да, то я один тут всех просто порву, в турнире, в турнире уже, да, я заметил, что вот реально там просто, я не знаю, там какой-то ультра, там осмотр прямо идет, вот когда длинная игра, мне просто осматривают соперников, я не знаю, и прямо там, может быть, может, я не знаю, там гинекологи, урологи, проктологи собрались, они все их проверяют там на какие-то параметры, я, правда, я не знаю, почему так долго, но, вот, наконец-то это закончилось, конялка, лазовая конялка, вот так, вот такие вот классные, такие вот классные у меня соперницы, я так понимаю, что это, наверное, женский пол, со мной сражается, ну, давай, давай, Декарт, не подведи, не подведи, Декарт, нельзя, никоим образом нельзя сейчас опозорить мужской против женского, мы должны, мы должны постараться, так, завоевание, завоевание, поехали, так, смотрите, как много всего там понастроилось, сейчас будем, сейчас будем атаковать, будем обороняться и будем прокачивать свой интеллект, я готов, я уже, блин, готов давно, давайте быстрее свои флажки долбанные расставлять, вот чем реально, вот, в длинной партии плохо, вот, надо ждать каждый раз, пока каждый, блин, поставит этот грёбаный, если ты захочешь обо всём мне рассказать, небо знает, где город знает, ветер, море знает, да я не знаю, блин, я не помню, я не слушал я эту песню, ветер, понятно, лозовая разбирается в творчестве группы Браво, в котором я не разбираюсь, увы, давай, вот сюда опять, я прям очень хочу уже завоевать кусок территорию хоть один, один раз не получилось, но, как говорится, один раз не, да, один раз не да, классная фраза, ну, давай, давай, определяемся, определяемся, 3 флажка, всё, Олимпийский чемпион, может, Плющенко, наверное, там Ягудин или Плющенко, там два варианта, ну, скорее всего, Плющенко, да, они, видимо, подумали, что как-то это слишком банально, а я вот пошёл по классике, Плющенко вспомнил, ой, действительно, я вообще заметил, что тут каких-то вот вопросов в этой игре именно с подвохами, какими-то их меньше, то есть, по большей части, если какой-то ответ кажется тебе очевидным, в силу известности или потенциальной популярности того или иного варианта ответа, то, как правило, надо выбирать его, вот, я, в 80% случаев, ну, чё, давай на Якутию и вперёд, блин, нет, 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 только не это, так, Lexus RX 350, Lexus Photon, Lexus, а, давай это попробуем, на, оно просто больше звучит, но вообще я понятия не имел, но звучит оно реально как-то в большей степени, в большей степени это Lexus, чем, или чем не Lexus, чем не это Lexus, или чем, чем какой-то другой Lexus, ну, вы поняли, да, всё элементарно, что я хотел сказать, конялка, может, коняшка, может, она хотела написать, или он, или оно, может, мы с транссексуалом играем, я, в принципе, абсолютно ничего бы против не имел, сыграть с транссексуалами, проверить, умнее я, чем они или нет, ну, скорее всего, да, мне это не пришлось опера... Ладно, какой город во время Лига Тонкоградом, Челябинск, Магнитогорск, Хабаровск, давай попробуем Челябинск, да, вот почему-то все мы так решили, тут, я не знаю, у меня не было абсолютно никакой логики, в выборе, при выборе этого решения, то есть я просто подумал, мы хорошо так идём, сразу прям лоб в лоб, ну и давай, наверное, куда, давай сюда, не знаю, не знаю, что лучше, тут всё как-то, что не выбери, всё говно какое-то получается, всё близко ко мне, чё, чайный аукцион, да Лондон попробуем, наверное, в Лондоне же себе на чае помешан, ну, Гуанчжоу, да, вот и гуляй со своим Гуанчжоу, а я 1800 получаю, я вырываюсь вперёд, да, да, детка, вот так вот, вот так вот, тебя поимели, лозовая, я не знаю, почему я сейчас перешёл в режим какой-то борзой сучки, ой, в каком году завершено строительство эфиревой башни в Париже? Попробуем так, ой, далеко, далеко я, блин, очень далеко, чёрт возьми, вообще ни куска не получаю, а, подожди, тут не до куска, здесь просто, наверное, или как, нет, каждый, каждый получается, кто-то два, да, кто-то один, так, наверное, да, или нет, а, нет, не так, сейчас, сейчас новый вопрос иду, в каком веке появился одеколон, ну, давай скажем, что в семнадцатом, я думаю, где-то так, точно не раньше, потому что, отлично, отлично, получаю, получаю кусок, две сто, значит, у меня сейчас будет, и потом ещё идёт битва за один кусочек, вот за этот, надо его получить, рядом с ней хочу стоять, рядом с её крепостью, что-что-что-что-что-что, я ничего не понял, короткие нарды, шесть я набрал, пять, близко, очень близко, да, отлично, хорошо, нарды, что это вообще такое, а, это так доска вот, и там вот так вот передвигаются, потом одни на одну там ставятся, я когда-то играл в детстве, я уже не помню, правильно, да, давай, две четыреста у меня есть, как раз, батл бегин будет очень неплохо с двумя четыреста, давай, лазовая, посмотрим, что ты можешь, кстати, она на последнем месте стала, мы с ней так хорошо шли, к охотничьим породам собак не относятся, такса, кокер-спаниель, овчарка, лайка, я думаю, что кокер-спаниель не относится, такса это всё, не относится овчарка, не охотничья, а такса охотничья, кокер-спаниель охотничья, она как же они, они что там, на дождевых червей охотятся, я что-то не понимаю, давайте на неё нападём, посмотрим, как она будет реагировать, не на днике Днепр, Винница, Киев, Никополь, Днепр, Дзержинск. А, чёрт. Ну да, вообще-то это... Она где? Где это Винница-то нахуй? Ой, чёрт. Чёрт его знает. Не знаю. Не знаю. Зря я, наверное, на неё напал. Надо очки зарабатывать. Так, чем стопорят? Каблук, сапог, пятка, башмак. Башмак, по-моему. Да, правильно. Идём дальше. С башмаком, по-моему, разберись. Первая троллейбусная линия была опущена в СССР в 1931-м году. Но я не знаю, чтобы я ответил... Если бы я ответил в 1951-м, я бы так эпично просрал бы. Я не знаю, почему эти пиши именно в 1950. О, нет. Надо нападать. Не надо нападать на крепость. Надо нападать именно вот на такой кусок территории. Давайте вот это будем. Ария. Так, группа крови, кровь за кровь, дым. По-моему, вот этот. Да, я вроде бы слышал такое. Кровь за кровь. Отлично, повезло. Я очень нехило опускаю коняшку. Да, опускаю коняшку. Слава богу, что я не сказал, ставлю раком коняшку. Это было бы не очень, да, тоже приятно звучало. Ну, в принципе, всё, что я говорю, мало приятно звучит. И то и первый, и второй. Поэтому не важно. Так, что является одинаковым для всех участников цепи при параллельном подключении? При параллельном подключении одинаковым является напряжение. Да. А при... Так, ладно. Важно, в каком... Бернард Шоу умер в 1900... В 50-м, блин. Есть, я всё-таки ближе. Я ещё думал, блин, сказать, что в 40-х где-то, ну... Я просто знаю, что он точно был ровесником Герберта Уэллса. Я читал биографической книги Стефана Цвейга. Он описывал, как у них были прикольные баталии словесные, которые ему нравятся. Какая из этих территорий имеет свой собственный профессиональный футбольный чемпионат? Сингапур, Монако, Ватикан, Макао, Сингапур. Да, можно даже не думать. Они всё решили за меня. В каком году был потоплен Бисмарк? Давай ответим, что Бисмарк был потоплен в 1942 году, например, во время войны. О, близко, очень близко. Не, ну это ж Вторая мировая война, там как-то точно связано. Плохо. Если бы бога не было, его бы следовало выдумать. Кто автор высказывания? Вольтер. Или Фейербах. Вольтер всё-таки, да. Но это точно не Сартер и не Ницше. Ницше бы такого явно не сказал. 2910 поделить на 5. Это получается 420, 500, 8... Ну ладно, хорошо, пусть так. Да, почему я сказал 400, 5, 5, 25 же, блин. Нет! Перестань! Лозовая, перестань! Не хулигань! Кэмерон! Это Кэмерон снял, блин. Неужели кто-то этого... Да, не обе это знают, конечно же. Плохое дело! Я сейчас в такой опасности, блин. Реально могу не справиться с этой лозовой. Если она сейчас победит. 12, 16, 9... Ну хорошо, ладно. Остаёмся мы вдвоём. Значит, она определённо сейчас выходит на первое место. Тут никаких сомнений. Ну, кстати, знаете, она не так уж и далеко выбралась-то. В принципе, она сейчас как бы нападает. Ну хорошо, давайте. Под мрамор с штамповкой, что служило трафаретом. Капуста, ладонь, маляра. Давай вот это попробуем. Да, прикольный вариант. Мне как-то показалось, что это интересный вариант. Так, я получаю в сто, и мы, в принципе, почти наравне. Смотрите, играть-то нам ещё долго. То есть, у меня хорошие шансы на победу. Давайте вот тысячу очков вот эту получим. Максимальное водоизмещение больше, чем у остальных линкор. Ну да. Он же самый, получается, большой, если я правильно понимаю, что линкор самый такой, ну, массивный. Поэтому у него должно быть большее водоизмещение, чтобы он к чертям там не затонул, наверное. Ну, если я правильно понял всю эту бодягу. В общем, давайте, мне инженер очень хреновый, несмотря на то, что у меня такое образование вообще. Но инженер из меня очень хреновый. Он черта не учил. Поэтому не буду особо заострять на этом внимание и акцентировать внимание на своей тупости монгольская, хазарская и османская империя. Так, это легко. Хазарский Каганат, да. Олимпийские игры в Сараево. В каком году были Олимпийские игры в Сараево? Давай так ответим. Я вообще не знаю. Я в них абсолютно не разбираюсь. Мне на них насрать. Ну, ну что ж. Так, а нападала-то она. Это значит, что она сейчас, получается, выигрывает. А почему она обратно не завоевывает вот эту тысячу? Я не понимаю. Я же ведь сейчас завоюю ее. Как бы, завоюю вот эти, вот эти. Внешний вид, тип скелета. Беспосводящий. Экзоскелет. Эндоскелет. Эндоскелет. Экзо. Блин, перепутал. Вот я так и думал между ними, что же там. Ладно, 2700. Смотрите. Все равно разница более чем эффективна. Она, наверное, специально. Она ждет, когда я... Давайте, знаете, что... Нет, она хочет вот сюда напасть. Я разгадал ее страшный замысел. Ээээ... Оспаривает фоконских... А, Бразилия, Франция. Да Франция, наверное. Я не знаю. Блин. Блин. Она что-то пошла сильно умной стала. Что-то такая умная стала. Лосова. А ну, срочно деградируй. Срочно включила сериал «Счастливый вместе» и посмотрел все серии. Какие деревья выбрали птицы на картине «Горячие прилетели»? Каштаны, ясени, березы, тополя. Давайте возьмем подсказку, наверное, потому что сейчас будет вообще жесть какая-то. Проиграю просто. Блин. Сколько ножек у любого насекомого? Поответим как-нибудь. И защитимся. Нельзя, я не позволю. А что она так долго думает? Да, блин! Она там... Черт возьми! Она там, наверное, энциклопедию открыла. Я не знаю, так долго думала. Финдиректор в Ариите. Клинский, финский, рюшский, римский. Римский. Да, римский. Только не знай. Слава богу, господи. Фух. Хоть я не скажу, что я в большом восторге от этой книги, но я не зря ее прочитал. Тут в Тревиадоре реально с ней... Столько вопросов. Реально желательно знать. Давайте 400 очков сейчас ее выбивайте на нахрен. Медных, духовых, гобой, тромбон, фагот, кларнет. Медных и духовых. Это тромбон. Ну, правильно, да. Кларнет он там... Это не то. Миллениум. Скажи миллион, я тебя прошу. Она вообще ничего не сказала. А, сказала. Она просто думала. Она тоже, наверное, думала сказать миллион. Тут именно такой вопрос, знаете, он на миллион тебя прямо наталкивает. На слово миллион. Подождите. И у нее сейчас один ход, да? То есть она может, в принципе, блин, переломить. Она может сейчас на тысячу напасть вот на эту, которую она специально хранила до конца. Это ее хитрая тактика. Да, вот это сделать и все, и конец мне. Валеология. Это наука о молекулярной генетике, влиянии наследственности, здоровом образе жизни. Так. Блин, я просто не могу. Я еще не посчитал, знаете, ну думаю, делать дрянь. И все-таки так оно и оказалось. У меня для тебя есть предложение. Да пошел ты, а. Пошел ты со своими предложениями. Ну и давайте еще обычную игру. Длинную, я думаю, запускать больше не будем. Хватит с меня длинных. Длинные игры с ними лучше не играть. У них слишком много времени на реабилитацию. Они прям собирают все свои силы. И в самом конце, блин, тебя вот так вот унижают на сраных сто очков. Поэтому. Поэтому мы будем играть в обычную. Давайте. Я не хочу быть посредине, сразу говорю. Вот, правильно, правильно, Адвард. Будь ты посредине. Ты, я вижу, я вижу по твоему смазливую лицу, что любишь быть посредине. Да не может этого быть. А вот туда вот никак нельзя было. Блин, вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Вот нашли, куда меня ходить. Еще бы сюда меня сразу бы. Сколько стадий развития проходит? Да четыре. Я не знаю, сколько они там проходят. Четыре? Нормально. Пчелы. Молодцы, пчелы. Просто вообще... Если меня смотришь пчела какая-нибудь, вот ты молодец, пчела. Если меня смотрит зритель в костюме пчелы, я не знаю. Мало ли у кого какие причуды. Забавно, наверное, когда ты родился с такой причудой, что тебе нужно находиться в костюме пчелы, чтобы смотреть ютуб. Это интересно. Так, ладно, хватит нести этот бред. Кто там? Красный теперь ходит, да? Значит, нужно закрыться вот от него вот здесь, чтобы красный на меня не походил. Это логично, логично. Пусть идет туда. Крепость моя будет, значит, защищена от красного. А потом надо будет вырвать пальму первенства у зеленого и поставить сюда две крепости. И тогда я буду вообще в шоколаде. Даже несмотря на то, что посредине. Давай, чувак. Становись сюда и идем дальше. Ох, черт его знает на самом деле. Ну, давайте попробуем, как, 567 там. Ох, что-то я переборщил. Я достаточно переборщил. Блин, и он же сейчас козел. Смотрите, как мою крепость будет просто окучивать. Так, сюда, сюда, красота. О, да. Не, ну я понял, о чем идет речь. Речь идет о статуе в этом, в Рио-де-Жанейро. Блин, почему я такую гигантскую цифру ввел? Это же полный бред вообще. Понятно, что она не может быть настолько огромной. Ну, вот когда быстро пытаешься ответить, вот так вот и происходит. Так, у нас по 1400. Только, блин, я еще теперь свою крепость не могу защитить от этого козла. Ну, ладно, как-нибудь будем с этим бороться. В общем, посмотрим. Сейчас еще тоже надо правильно ответить, попытаться. Давай, поехали. В каком году был построен первый металлический мост? А-а-а, в 1872, например. Почему сказал я это в плане песни? Ну, не в плане, то есть, а в стиле. Я не знаю. Как-то оно так пропелось само. Поехали дальше. Поехали мы, кстати, дальше очень хреново, потому что я вообще не получаю ни одного куска территории. Они получают все, козлы. Тим и Эдвард. Тим и Эдвард получают все. О, а как это он так далеко походил? А, то есть, он если вот здесь, на этом краю находится, то да, он может ходить отсюда. И, ну да, все правильно. Все, наверное, правильно. Так, я откатываюсь к нам на последнее место. Сейчас у нас еще есть один шанс, и я могу, в принципе, в теории сравняться с Симом. Если у меня будет две башни, ну или как, два человечка, а у него будет ноль человечек. Тогда у нас вообще у всех все будет по ровну. Это будет интересно. В каком году начинается действие книги Дети Капитана Гранта? Ну так, наверное. Когда-то. 64-й, 800-й, 59-й. Блин! Да ты, Тим, вообще охренел, что ли? Я не понимаю. Ты что, написал ее там с авторствой с ним? Откуда ты помнишь, блин? Прямо он там пять лет каких-то самов. Ошибся. Ладно. С Тимом я, значит, не сравняю. Но я, по крайней мере, выйду на второе место. Это неплохо. То есть, будем вместе с этим чуваком на втором месте? Нормально. Давай. И, естественно, я вот сюда. Вообще, положение мое довольно шаткое. Я, во-первых, посередине. Во-вторых, я один из последних. Плохо дело. Тим просто... Тим просто в шоколаде. Смотрите. Он и с этой стороны обошел, и с этой стороны меня обошел. И здесь в самом углу притаился. Единственный, кстати, из нас. Потому что все остальные вот в какой жопе находятся. У Тима пока очень хороший шанс на победу. Кто написал поэму облака в штанах? Вообще, классное название для поэмы. Я никогда не читал. Я не знаю, о чем это. Но, блин, название просто охрененное. Актер-клоун. Это как-то звучит, знаете, немножко так. Давайте вот так попробуем. А, 10 лет я проморгал, блин. Ну, он прям тут они... Никулина они знают, Джулия Верна они знают. Все они знают. Какие умные, черт побери. Ахахаха. Ахахаха. Как это сложно. Давай. 1400. 2000. 2200. 2400. Боже, как прекрасен этот мир, мать. Какой частью тутового дерева питается гусениц тутового шелкопряда? Цветками, корой, плодами, листьями. Листьями. Ну, это, кстати, в принципе, можно догадаться. Стереопластинки существуют в трех диаметрах. 155, 250 миллиметров и 350. А, 300, да? Он тоже подумал 350. Ну, тут можно было приблизительную такую какую-то, знаете, выстроить соотношение какое-то. Примерное, опять-таки, между всеми тремя значениями. Хорошо, на кого же нападем теперь? Что, взлететь, что ли, к этому? Не, я слишком рискованно. Я вообще кто? Все, я вообще синий, да? Я синий, я могу напасть вот на 400 очков. Нападу на 400. Все, как бы. Мартин Брест, Мартин Скорцезе, Кристофер Нолан. Все, никто из них не Поланский. Поланский только пианист. Отлично. Наконец-то мне фортануло. Так, он, получается, перейдет в стадию 1700. 1800 он перешел в стадию третьего места. Это хорошо, это радует. Итак, давай. Музыкальный плей... Энтробас, саксофон. Точно скрипка и фортепиано. Дело в том, что Эйнштейн играл на скрипке, а больше нигде скрипки нет. Поэтому, да. Видимо, это все знают. Но то, что Макс Планк играл на фортепиано, я вот не знал. Восстание декабристов, ну, блин, 1842 какой-нибудь, 25-й. Ну, я был близок. 12-й, 42-й. Черт, он все равно был ближе. Все равно был ближе, гад. Ну? Да, но это, с одной стороны, конечно, неплохо, что мой конкурент, вот, по второму месту, он спускается все ниже и ниже. Но, с другой стороны, извините меня, надо срочно принимать меры. Надо срочно принимать меры. Надо, наверное, знаете что? Так кто я вообще? Я синий, да? А, я синий. Я могу напасть на... Ну, ладно. В какой стране происходили меры по футболу в 14-м? А, Бразилия? Я вот не помню, черт. Плохо, плохо. Я, кстати, сам... Вы поняли, да, что просто время прошло, и автоматически я, типа, напал на крепость. Я сам этого не хотел. Ну, ладно, пусть так. Пусть так. Я подарил ему 100 очков. Наверное, блин, дойдет до того, что я на 3-м месте окажется тогда, что пойдет. Хольст. Мне кажется, что ходит. Пильзнер, Гамбринус. Что за слова вообще? Какие непонятные, блин. Я не знаю. Я, видимо, во фламандских этих словичках не разбираюсь совсем. Декарт снова нападает. На кого нападем теперь? Ну, давайте вот... Надо как-то что-то с ним делать. Он слишком оборзел. Финского коллегу русского Деда Мороза зовут Хаутамяки. Йолупуки, точно. Йолупуки. Это 100%. Хорошо, что я на него напал. Смотрите. Я немножко его опустил. У него сейчас будет 2400, у меня 2200. Смотрите, я близко. Я близко к нему подхожу. Отлично. Может быть, у меня даже что-то получится в этот раз. В отличие от прошлого, блин. Так. 1600, 2200, 2400. Поехали, давай, поехали, чувак. Давай, не томи душу. Не, ну, знай. Может, может, это попробуем? Я не знаю, правда. А-а-а. Нет, ты мне все испортил, чувак. Я так не... Я близко к нему подбирался, а. А теперь смотрите, что он сделал. Он, получается, выходит на втором... А я на третьем. А я на третьем. Ну что, Тим, давай, Тим. Блин, ну это просто, вот понимаете, это моя вот... Идея была взять что-то самое популярное и ответить. Ну, видимо, это не то, да. Мега к Саудовской Аравии никакого отношения не имеет. Хорошо, смотрите. Получается, что у нас шанс на победу теперь только один. Меня просто опустили, я не знаю, в самый просто... В унитаз головой окунули. Поэтому у меня теперь шанс только напасть на чью-либо крепость и полностью ее выбить и получить все очки. Либретто. Ага. Сколько карт? 28. 26. 36. А, понятно, больше. Ну, я не особый картежник, как и не особый футболист, как и не особый... Я многое в чем не особый, поэтому ничего удивительного. Хорошо. Нападать будем, наверное, на Эдварда. А-а-а. Блин, Эдвард следующий. А чем ему вообще ходить? Ему конец. Я сейчас на него нападу и разозью все его крепости. Китай. Точно. Точно Китай. Да Китай, ребята, над чем вы там думаете-то? О, все, молодцы. Хорошо. Так. С, С это там. Что это там за эти С? Я уже забыл опять 500, что ли? Может, 530? А, 240. Ну, ладно, 240-240. 1250. Немножечко мимо, да? Немножечко мимо. У этого, получается, сейчас 2900 будет. Вообще. Класс. Классная позиция. А я нападу вот на тебя, чувак. Извини, но куда деваться? Давайте. Коктейль. П52, Е40, Е40, ВД40, С4. Это бомба, это... П52? Я знаю, что что-то есть в П52. Но что это? Даты основания Астаны. Попробуем так. Так. Ой, как далеко я, блин. Понятно. Ну, что ж. Значит, побывал я на первом месте. Потом побывал на втором месте. А потом побывал на третьем месте. То есть, вот я вот... Вот так вот я плавно деградировал в сегодняшнем выпуске. Ну, что ж, пойдем. Ой, да-да-да-да. Пошел-ка. Вечно он любит вот поиздеваться надо мной. Английский педрило. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии под этим видео. Ставьте этому видео лайк. Открывайте описание внизу под роликом. Там внушительное количество плейлистов. Там есть ссылка на группу ВК. Вступайте в нее. Прямо перед вами плейлист на рубрику «Качаем мозг». Открывайте его. И всем счастливо. Всем удачи. Всем пока.